Я хочу напомнить, что сегодня идет 462 день ожесточенной войны. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. А вчерашний день стал знаменательный в новой истории России. Такого не было с 1945 года. Произошла первая, по-настоящему массированная, добротная прожарка Русни в Москве. В ответ на постоянные бомбардировки Киева. А Киев за последний месяц бомбили 17 раз. Целая армия, целый рой неизвестных дронов устремились в направлении Москвы и некоторых городов Московской области, которые были по пути. Около 30 летательных аппаратов, каждый из которых на борту имел от 20 килограммов взрывчатки, устремились на обозначенные объекты в Москве и Московской области. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. После этого беспрецедентного налета БПЛА на Москву, жители российской столицы поняли, что не только их преступная путинская группировка может бомбить Украину, а они могут получать и ответочку. И это только начало. Ведь мы еще ничего не начинали, как говорил бункерный стратег. Беспилотники летели, падали, взрывались. По ним отрабатывали ракеты ПВО, которые также взрывались и падали на московские просторы. В некоторых районах был страшный гул, слышались хлопки, бавовна и взрывы. Многие беспилотники устремились на Рублевское шоссе, где живут миллионеры и миллиардеры. Также многие беспилотники были сбиты в районе резиденции Владимира Путина, в Новоогорёво. И в Москве у некоторых богатых жителей началась паника. Они начали срочно собирать свои дорогие машины и увозить своих детей и себя подальше на север от Москвы. Психологически никто в Москве не был готов к такому чудовищному прорыву летательных аппаратов на столицу России. И очень важно, что на всех московских форумах все обвинения посыпались не на украинцев и украинское руководство, которое якобы отбомбило Москву, а на Владимира Путина. Да, именно Владимир Путин, этот бункерный стратег-маньяк, развязал войну, разрушает наши украинские города и убивает украинский мирный народ. Именно его в комментариях многие обвинили в этой войне, в этом хаосе и в неминуемой будущей погибели всего российского государства и российской экономики. От наложенных на Россию чудовищных санкций. Сам Путин и вся его родня за все свои злободеяния будут гореть в аду до скончания веков. Аминь.